Магаданская Городская Дума Мы внесли изменения, что это не менее 10 человек должно быть обращение группы, это обязательно лица должны быть прописаны на территории проживающие, ну и также методы выражения, формы выражения этих инициатив, в частности через сеть интернет, через муниципальный сайт. В связи с введением в федеральный закон понятия инициативные проекты, ряд норм устава приводится в соответствии этим изменениям. Статья закона дополняется частью, органы территориального общественного управления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта. Устав Магадана дополняется такой же формулировкой и расширяет возможности магаданцев для участия в организации общественного пространства. Мы внесли изменения, что это не менее 10 человек должно быть обращение группы, это обязательно лица должны быть прописаны на территории проживающие, ну и также методы выражения, формы выражения этих инициатив, в частности через сеть интернет, через муниципальный сайт. Теперь возможность участия граждан в решении вопросов для благоустройства их микрорайона расширяется. Для участия в инициативном проекте достаточно, чтобы гражданин достиг 16-летия. Участвовать в нем можно группой не менее 10 человек. Эти инициативные проекты будут рассмотрены через органы местного самоуправления. Уборку мусора, чистку улиц от снега и снос ветхих зданий обсудили на совещании в мэрии Магадана. Заседание провел мэр областного центра Юрий Гришан в формате видеоконференции. Руководители коммунальных служб отчитались градоначальнику о своей работе за прошедшую неделю и о планах на следующую. Сотрудники комбината зеленого хозяйства продолжают уборку мусора с улиц города. Сегодня работаем по поведению порядка уборки мусора, работаем по вывозу мусора с муниципальных квартир. Зачистка и вывоз снега грязного занимались сегодня по следу Бондрева на перекрестках Бондрева-Карламаркса. По тротуарам вывозим, снимаем накат в черный снег. По Парковой, Чержинского и Карламаркса продолжаем в районе 39-41 дома. По отсыпку противоговоренным материалами и небольшими участками производились полки обжалов, которые к нам поступили через ИДНРС от граждан. Это улица Речная, Якутская, Гагарина и Кошка и Пилок Школьный. Рабочие предприятия также активно убирают и вывозят мусор с территории бассейна на Октябрьской. Специалисты горсвета по улице Транспортной ремонтируют светофор, который повредили в результате аварии. Материнский капитал Напомним, в 2021 году размер материнского капитала составляет 483 881 руб. 83 копейки. Эта сумма актуальна для семей, у которых в 2020 году родился или был усыновлен первый ребенок. Для граждан, у которых родился второй ребенок и последующие дети в 2020 году, сумма материнского капитала составляет 639 431 руб. 83 копейки. За 2020 год судебные приставы Коломы взыскали с должников более 2 миллиардов рублей, что больше на 404 миллиона по сравнению с 2019. Об этом на пресс-конференции для магаданских средств массовой информации рассказали специалисты. Более 75 миллионов рублей приставы взыскали в пользу детей. В рамках исполнительных производств 329 должников объявили в розыск, из них нашли 211. 165 неплатильщиков алиментов привлечены к административной ответственности по статье 535 прим. 1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Это уклонение от уплаты алиментов. По 79 исполнительным производствам в отношении должников проводятся мероприятия, направленные на привлечение должников к уголовной ответственности по статье 157 Оголовного кодекса. В отношении 36 должников возбуждены уголовные дела, возбуждены расследования, направлены на суд уголовные дела по 157, то есть за уклонение от уплаты алиментов. И как вы помните, мы ранее уже доводили, что привлечение к уголовной ответственности наступает только после привлечения должника к административной ответственности. Следовательно, злостность уже сама по себе повторяется. Также за 2020 год на принудительном исполнении было 35 тысяч производств о взыскании штрафов, большая часть из которых наложенной госавтоинспекцией. По словам приставов, в результате работы окончено более 22 тысяч производств на сумму 32 миллиона рублей. Сотрудники ведомства отметили, что в зданиях суда действует пропускной режим. Благодаря этому приставы выявили 233 запрещенных к провозу предмета. Поэтому чрезвычайных ситуаций в судах в Магаданской области не было. Кроме того, в настоящее время колымчане могут легко контролировать свои долги. Сделать это можно на официальном сайте службы судебных приставов, в банке данных исполнительных производств, с помощью мобильного приложения ФССП России, а также через сервис и ПГУ. Здесь можно как получить информацию о наличии задолженности по исполнительному производству, так и оплачивать ее удобным и безопасным способом. Необходимо помнить, что онлайн оплату следует производить исключительно на официальных сайтах. Жители Магаданской области активно посещали сервис Банк данных исполнительных производств. В 2020 году зарегистрировано 58 тысяч посещений. Скачано около 7 тысяч квитанций для оплаты. По словам приставов, сервис ход исполнительного производства самый скоростной на портале госуслуг. Также обратиться к сотруднику ведомства можно дистанционно, благодаря сервису ходатайства приставу. Кроме того, специалисты создают новые способы общения с гражданами. Например, группа телефонного обслуживания. Магаданцы могут позвонить по номеру и узнать, есть ли на них исполнительные производства. В Магадане в ледовом комплексе «Колымский» стартовал 10-й сезон всероссийских соревнований по хоккею «Ночная лига». В борьбе примут участие 6 команд, представляющих область. Команда-победитель не только получит кубок за первое место, но и пройдет в финал, где будет соперничать с победителями из других городов России. «Ночная хоккейная лига» создана в 2011 году. По инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и прославленных хоккеистов с целью развития и популяризации массового любительского хоккея, пропаганды здорового образа жизни и создания условий для организации спортивного досуга населения. Первая игра сезона в Магадане началась с приветствия под звуки гимна России. «Этим матчем мы открываем отборочный этап, 10-й отборочный этап ночной хоккейной лиги. Игры будут проходить вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье. В субботу будут две игры. По регламенту соревнований не более 30% зрителей может появляться на трибунах». На льду схлестнулись команды «Армада» и «Ветеран». Уже 20 лет в составе команды «Армада» играет глава областного центра Юрий Гришан. Мэр поделился с Вечерним Магаданом подробностями прохождения игр в сложный период пандемии. «У нас шесть команд в этом году. Это соответствует условиям соревнований. Сильнейший поедет в Сочи, как всегда, на фестиваль. В том году он был пропущен в силу ограничительных мероприятий. В этом году сильнейшая команда поедет играть в Сочи. Успехи были разные. Самый высокий результат – это восьмое место. Я думаю, что все тренировались в пандемию и сегодня покажут хорошие результаты». Поболеть за участников пришли любители хоккея и юные хоккеисты. На холодной трибуне горячо болеют за мужчин, так же и жены игроков. Шла напряженная игра. «Армада» до последнего тайма вела счет с существенным преимуществом. Ближе к концу третьего тайма соперники практически сравняли счет. По итогу с отрывом в одну очко победила команда «Армада» со счетом 4-3. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова